Пенсионерка Елизавета Нейфельд живет в Новокуйбышевске. Говорит, дети разъехались, но дефицита в общении нет. Дружат с соседями, да и сестра Татьяна часто приезжает в гости из Кошкинского района. Женщине важно и самой не болеть, и других не заразить. Сестры уже прошли вакцинацию, а сейчас, спустя полгода, решили повторить процедуру. Тем более, что в поликлинику идти для этого не потребовалось. Вакцинацию проводят в пенсионном фонде. Ну как, мы же хотим быть здоровенькими и окружающих не заражать, оберегая. Хоть у меня и рядом нет никого, ни детей, ни внуков, но соседи замечательные. Ой, какая же благодать. Не без проблем позвонила в 333-00, мне сказали адрес, я вот пришла сюда. Спасибо огромное за заботу о пенсионерах. Вакцинировалась, вот теперь ревакцинировалась, все нормально. Думаю, все будет хорошо. Здесь вот я второй раз, нормально, все хорошо. Спасибо вам большое за наше здоровье. Вакцинацию проводят и в местном Доме культуры. Студентки третьего курса колледжа Ляпина и рассказывают, прививки давно сделали, а теперь помогают обеспечить иммунитет другим. Мы прошли вакцинацию. В больницах сейчас большое количество людей, народу, и по мере безопасности есть у нас в городе точки, где можно пройти вакцинацию. Это намного удобнее, проще. Наверное, люди вполне довольны тем, что можно сделать вакцинацию где-то помимо поликлиники, потому что это близко, удобно расположение и так далее. Это довольно-таки удобно, потому что ты приходишь, не стоишь в очередях, не ждешь, относительно новую заразу не получаешь. Увеличить темпы вакцинации для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса Амикрон, сейчас основная задача медиков. Тем, кто еще не привился, крайне важно, не затягивая пройти вакцинацию, не дожидаясь подъема заболеваемости. Сделать это можно как в поликлинике по месту жительства, так и в общественных местах, где организуют прививочные пункты. Я думаю, что очень удобно для населения, не нужно ходить в поликлинику. Народ у нас волнуется, переживает, что в поликлинике может заразиться. А вакцинация в общественных местах, то есть они не сталкиваются с пациентом, приходят сюда совершенно здоровые люди, которые уже готовы вакцинироваться. Тем, у кого с момента первичной вакцинации прошло полгода, рекомендуют привиться повторно. Для этого подходит любая из зарегистрированных в России вакцин. В Самарской области они есть в достаточном количестве. Виктория Шарая, События.